Увеличивается спрос на услуги микрофинансовых организаций. И во-вторых, мы видим, что доступность этих финансовых услуг для всех категорий населения увеличивается. 2015 год для микрофинансовых организаций стал золотым временем. В условиях кризиса банки стали более требовательны к заемщикам, и люди потянулись одалживать деньги в ломбарды и кредитные кооперативы. На территории Оренбургской области зарегистрированы и работают, и оказывают свои услуги 254 некредитных финансовых организаций, в том числе 40 микрофинансовых организаций, 133 ломбарда. Еще в Оренбурге действуют десятки различных кооперативов. Все вместе в этом году они выдали микрозаймов на 600 миллионов рублей. И людей не пугает даже то, что деньги в таких вот фирмах порой приходится брать под 880% годовых. И это, по словам Александра Стахнюка, вполне законно. Главное – внимательно читать условия договора. Другое дело – нелегальные микрофинансовые организации. С ними нужно быть крайне осторожными, особенно тем, кто срывает сроки платежей. Может возникнуть ситуация, когда к ним будут применяться меры взыскания, которые не разрешены федеральным законодательством, вплоть до тех, которые потом попадают в уголовную ответственность. Те, кто добросовестны, у них другая история. То есть они могут взять кредит, своевременно его погасить, но их информация об их добросовестности не будет помещена в первых рецептных историях. Не стоит доверять и накопительным кооперативам, которые предлагают вклады под баснословные 40-50% годовых. Если такие организации лопнут, то вернуть свои деньги практически нереально. Надо, чтобы это все было осознанно. Надо понимать, где банк. В банке вклады застрахованы, это раз. И другое дело, если вы отдаете свои сбережения, даже законы микрофинансовой организации, вы берете на себя повышенные риски, но зато вам обещают повышенный процент. В Центробанке пытаются пересекать работу нелегальных микрофинансовых организаций. Но пока у нас будут доверчивые жители, отдающие крупные суммы незнакомцам, не переведутся и мошенники. Великий Ульманов, Дмитрий Примачек. Наше время.